Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Роковой удар молнии из-за грозовых разрядов за последние сутки начались возгорания в шести лесничествах края. Представлены к награде посмертно в Рубцовске семьям погибших на Украине росгвардейцев. Передали ордена мужества. Сотни компаний и техники, десятки соглашений, а также первые фермерские бои и ярмарка продуктов. На Алтае стартовал агрофорум День сибирского боя. Итак, пожары не отступают. Так, за последние сутки из-за грозовых разрядов новые возгорания произошли сразу в шести лесничествах края. Огонь из-за жаркой ветреной погоды продолжает бушевать в Угловском и Михайловском районах. В последнем сегодня вновь заполыхал лес. Накануне удалось потушить огонь в Угловском районе, однако отдельные очаги возгорания сохраняются до сих пор. Моя коллега Валентина Аскерова вернулась из горячей командировки и сейчас расскажет все в подробностях. Жалко лес, здесь столько тысяч гитар. О чем вы говорите? Это даже вот самолет увидишь, это огур, слезы и мурашки и все. Говорим, господи, родненький, прилетел. Это жители о спасательном самолете «Амфибия», который экстренно прилетел из Красноярска с неба тушить лес в Угловском районе. С пожаром боролись и сотни спасателей. Ущербы колоссальные, уже уничтожено порядка трех тысяч гектаров леса в Угловском. Мы и топимся с него, и все. И работают люди в лесу. В основном здесь сейчас сработать-то сложнее. Не надо было, наверное, ставить эти камеры слежения, потому что большие погрешности. Один квартал горит фактически в трех километрах отсюда. А когда люди работали на вышках, это было более своевременно и точно эти данные передавались. Верховой пожар обрушился на Угловский район внезапно в середине прошлой недели. Причина – сухая гроза, рассказывают спасатели. И добавляют, что из-за шквалистого ветра скорость распространения огня была молниеносной. Огонь распространялся с такой силой, что до жилых домов оставалось всего 50 метров. 50 метров – это длина пяти автобусов. Чтобы пройти это расстояние пешком, требуется порядка 30 секунд, но огню хватит и пару секунд. Если бы это произошло, и огонь все-таки подступился к жилым домам, то сегодня деревне осталось бы одно пепелище. Отстояли, считай, к деревне подошел пожар, в дыму все было, здесь страшно, конечно, было. И говорили, что эвакуироваться надо. Мы готовы были вот в машину сесть и уехать. Слава богу, что все обошлось. Огонь к селу Лаптифлок подходил трижды. Трижды спасатели нашего региона и соседние республики Алтай отстаивали населенный пункт. Тушение пожара осложняло сильный шквалистый ветер. Это был просто ураганный. Таких огонь перекидывался на сотни метров. То есть создание минерализированных полос, которые были в несколько рядов проложены, они не дали никакого результата. На следующий день была попытка зайти с западной стороны. Также стояли. Или через день была попытка, получается, с юга западной стороны. Достаточно близко подошел. Проводилась эвакуация населения. Людей вывозили на автобусах и размещали в пунктах временного размещения села Угловская. Как только угроза миновала, жители вернулись домой. Спасатели же продолжили работу. Они до сих пор тушат отдельные очаги возгорания. Жители приносили продукты, питание в столовую. Особая благодарность им. Так как людей было больше 200 человек, участвовало в тушении пожара. Мы уже 5 дней, уже 60 дней. Давай уходите выспаться. С удовольствием. Хотим уже поспать, по-человечески поспать. Пожары в Угловском районе спустя пятеро суток наконец локализованы. Но сохранились отдельные очаги возгорания. Вот, например, дерево позади меня. Специалисты Минприроды говорят, что оно уже не представляет такой серьезной опасности, так как сгорело все вокруг. Кстати, под огненный удар попали леса Михайловского района. Правда, угрозы населенным пунктам не было, и площадь возгорания в разы меньше, нежели в Угловском. Однако сегодня в Михайловском районе огонь начал бушевать с новой силой. В общей сложности стихия в нашем крае уже уничтожила 3,5 тысячи гектаров леса. И сегодня масштабы могут вырасти. Остановить печальную сводку может дождь. Но для южных территорий региона это большая редкость. Обильные осадки случаются крайне редко. По этой причине на Алтае участились пожары. А вот сколько времени уйдет на восстановление лесного фонда, расскажем в итоговом выпуске новостей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим выпуск. Трое военнослужащих Росгвардии из Рубцовска указом президента России награждены орденами мужества. Правда, награда нашла героев уже после их гибели. Все трое – Дмитрий Королев, Александр Юрков и Виктор Петров – принимали участие в специальной военной операции в Донбассе. Ордена в администрацию города вручили семьям погибших. В зале администрации – жены, дети, родители, родственники, коллеги погибших. Все едва сдерживают слезы. Потерять опору семьи в мирное время – трагедия. Потеря невосполнима. Сержанту Дмитрию Королеву было 47 лет. Младшему сержанту Александру Юркову – 29. Они погибли при исполнении воинского долга еще в марте. Младший сержант – 36-летний Виктор Петров – в апреле. Младшему сержанту Дмитрием Королевым в Робцовске простились еще 22 марта. По некоторым данным, он героически спасал раненых. Орден мужества накануне передали его супруге. Ирине. Награды еще двум вдовам Евгения Юркова и Евгении Петровой передал временно исполняющий обязанности командующего Сибирским округом войск Национальной гвардии России генерал-майор Андрей Батрак. Он поблагодарил семьи за то, что сумели воспитать таких мужественных и отважных людей и обещал всяческую поддержку. Командование из Сибирского округа войск Национальной гвардии и военнослужащие Робцовского полка оперативного назначения всегда готовы, будут прийти на помощь к вам по любой жизненной ситуации. Двери и воинское счастье, и управление округа для вас всегда открыты. Память героев почтили минутой молчания. Татьяна Голубева денется толком. Больше 700 тысяч жителей края – должники по налогам. В общей сложности они недоплатили ведомству порядка 2 миллиардов рублей. Такая сумма накопилась за 6 последних лет. Сейчас налоговая служба готовится подать на должников в суды, а затем уже к судебным приставам. После этих процедур, помимо основного долга, на плечи неплательщиков лягут еще и судебные издержки и исполнительский сбор, а это не менее полутора тысяч рублей с человека за каждую просрочку. Чтобы не понести дополнительные расходы и не иметь неприятностей, связанные с тем, что вы вдруг обнаружили, что с вашего расчетного счета списана сумма долга, а этому предшествовало как раз-то вынесение судебного приказа в суде и предъявление его в службу судебных приставов, для этого мы предлагаем поинтересоваться, есть ли у вас неоплаченные задолженности путем обращения в личный кабинет на сайте налоговой службы. Если по каким-то причинам вы не зарегистрированы в личном кабинете, значит, можно прийти в любой отдел работы с налогоплательщиками, в любой инспекции Алтайского края. Около 90 тысяч компаний и предпринимателей края обязаны заменить электронные подписи до конца этого года. Те из них, что выданы коммерческими центрами, вскоре станут недействительными. Обновить электронную подпись можно только в налоговой службе. Таковы новые правила законодательства. Но вот выполнять их бизнесмены не спешат. Чем может обернуться нерасторопность, знает Анна Рашагирова. Что такое КЭП или квалифицированная электронная подпись, предприниматели и руководители юрлиц знают не понаслышке. Ей пользуются при оформлении договоров и других важных бумаг. Для задачи бухгалтерской отчетности мы уже одну сделали. Подпись всего 5 минут. И готово. Евгений оказался дисциплинированным. Но таких предпринимателей в крае, как выяснилось, немного. Бизнесмены, видимо, очень заняты и не спешат за новой электронной подписью, которую получить можно только в федеральной налоговой службе и ряде банков-партнеров. А вот те подписи, что были выпущены ранее в коммерческих удостоверяющих центрах, пока еще действуют. Но только до конца этого года. Есть такая вероятность, что у нас появится определенный ажиотаж, очереди, неудобства с этим связанные. Поэтому мы рекомендуем начать именно уже замену тех подписей, которые были выданы ранее, у которых истекает срок действия, на новые ключи электронной цифровой подписи. Срок действия КЭП, выданных в налоговых органах, составит не 12, а 15 месяцев. К ней прилагается бесплатное, правда, на время программное обеспечение, которое и позволяет подписать тот или иной документ. Но чтобы получить все это добро, заявители нужно лично обратиться в налоговую службу. При себе нужно иметь паспорт физического лица руководителя фирмы, при себе нужно иметь обязательно с НИЛС руководителя, при себе нужно иметь ИНН фирмы. То есть мы можем это установить, но, как правило, это значительно облегчает работу ИНН-организации. И Е-Токен – электронный носитель USB, на который, собственно, электронная подпись и записывается. На сегодняшний день новые КЭП в Крае получили порядка 15 тысяч человек, а это всего лишь шестая часть от общего числа бизнесменов. И если они не поторопятся, то очередей к концу этого года, либо в начале следующего, не избежать. Но это не все неприятности. Без новой подписи документ оборот затормозится, налоги не будут вовремя перечисляться, а вот штрафы и пени не заставят себя ждать. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Руководство магазинов иностранных брендов «Зара», «Бершка», «Эчендем» и другие, которые после начала спецоперации в Украине прекратили продажи на территории России, в том числе и в Алтайском крае, не сокращает сотрудников и продолжает выплачивать им зарплату. Об этом сообщила Надежда Капура, начальник управления края по труду и занятости населения. По нашим данным, 35 человек сегодня находятся в режиме простоя. По остальным компаниям ситуация как стабильная, то есть они проводят обучение работников, выплачивают заработную плату, сохраняют работников. Общей численности они составляют где-то порядка 90-100 человек. По словам Капура, ситуация на контроле. Наши специалисты общаются с руководством компаний, которые находятся в Москве. На данный момент уволившихся из магазинов в крае сотрудников немного, и ушли они исключительно по собственному желанию. В целом же дальнейшая судьба торговых точек западной брендовой одежды пока не решена. Руководство пытается сохранить коллективы, проводя обучение персонала. Ну а теперь к главной теме дня. В крае начался традиционный агрофорум «День поля». Официально он по-прежнему носит уровень межрегионального, но судя по географии сегодняшних участников, его уже можно считать международным. Так, среди иностранных гостей, особенно много было жителей Китая и Монголии, с последними Алтайский край заключил взаимовыгодное соглашение. Об этом и не только, подробнее расскажет Анастасия Дорогана. Она практически весь день провела на агрофоруме. Все новинки и тренды сельского хозяйства на дне поля. Крупнейший в регионе агрофорум начался в Паловском районе. На традиционной уже площадке – фермеры и производители сельхозтехники. В этот раз здесь около 600 машин и агрегатов. Одна из новинок – гусеничный трактор «Барнаулиц». Еще в экспериментальной стадии, но спрос на него уже высокий. Гусеничная машина, в принципе, имеет преимущество за счет низкого удельного давления на грунт. Также за счет гусеничного хода он может раньше выходить в поле по сравнению с колесными, допустим, аналогами. Новый уровень качества российской техники оценивают уже за рубежом. В рамках форума Алтайский край заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства Монголии. Ранее наши фермеры поставляли в республику семена. Теперь работа должна стать шире. Например, совместная работа по семеноводству, развитию животноводства, племенного хозяйства и по направлению земледелия – широкие возможности. Здесь представлена техника, произведенная в России. Видим, что ее качество улучшилось, поэтому есть и широкая возможность обновлять сельхозтехнику для Монголии. Заметно выделялась еще одна деталь – сегодняшний тренд на Китай. Мы впервые встретили на агрофоруме столько представителей Поднебесной. Большинство в комментарии отказали, хотя иностранные аграрии подробно расспрашивали наших сельхозпроизводителей. Видишь, это всем интересуется. Лю Бо – представитель фермерского хозяйства в Шипунова. Вращивают для своих граждан, но санкции внесли коррективы. На форуме оценивают весь комплекс техники. Нам интересуется, видишь, это отработает сантиметра. Это такое высокое сантиметра, нам нравится. Пример, я не знаю, по-моему, это 30 сантиметров. Льон, пшеница, клетчика, и все большинное. Мы тоже хорошо растет. К сожалению, у нас территория не как ваша, такая огромная территория. Потенциал нашей земли и техники оценивают высоко. По словам Виктора Томенко, треть засеянных в этом сезоне площадей в Сибири находится в Алтайском крае. И в последние годы мы бьем рекорды урожайности десятилетий, несмотря на погодные сюрпризы. 2020 год нам дал 160 миллиардов рублей, а 2021 год, как раз с учетом значительного увеличения объемов производства, в первую очередь в растеневодстве и ценовой конъюнктуры, 240 миллиардов рублей – это объем малого продукта в сфере сельского хозяйства. Какие сейчас проблемы у сельхозпроизводителей, на ваш взгляд? Если кому-то требуется дополнительная информация, вообще нету никаких. Да, особенно у нас. Сами фермеры подчеркивают, в последнее время стало проще вкладывать деньги в техническое обновление. Но те, кто работает не только на внутренний рынок, называют проблемой экспортные пошлины. Мы выращиваем пшеницу, ячмень, лен, рапс, подсолнечник, сою, горох. Много идет на это? Больше половины шло. Больше половины? Да. Это Китай, да? Китай в основном, да. Почему? Ну, знаю, что в Афганистан горох отправляли. О проблемах и решениях представители аграрной сферы сейчас говорят без посредников. Среди актуальных тем – здоровье животных и агрометеорология. Агрофорум продолжит работу завтра. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский. День с толком. А вот хранить полученную выручку от новых контрактов или от урожая аграрии могут в надежных сейфах. Таких на форуме Дни Сибирского поля представили целую линейку от офисных до домашних и даже детских. Анна Рашагирова подробнее. Они бывают офисными, оружейными и не поддающимися взлому и огню. Сегодня на агрофоруме свою продукцию представила компания «Алтайсейф». Это официальный представитель в Барнауле, лидер российского рынка по производству металлической мебели и сейфов. Помимо офисных и домашних сейфов, то есть вот с кодовым замочком все вот так вот открывается-закрывается, также есть еще и детские сейфы различные там с такими веселенькими картинками. Данный сейф, на нем в комплекте идут маркеры, можно все это различные разрисовывать, потом стирать, заново разрисовывать. Для чего придуманы детские сейфы, ребятишки, как правило, смотря на родителей, что у них есть сейфы, они просят у родителей, что мы тоже хотим свой сейф. И данное решение как раз у нас есть. А для любителей офисного уюта есть стеллажи, шкафы и тумбы. Для ценителей порядка на производстве удобные верстаки. И это лишь малая часть того, что представил «Алтайсейф». Для нас это опыт, мы впервые выставляемся на подобных мероприятиях. Ранее нигде не выставлялись, не пробовали себя в таких выставках. Решили попробовать, посмотреть, себя показать. Подчеркнем, «Алтайсейф» поставляет продукцию на максимально выгодных для клиента условиях. Ну и в завершении выпуска. Новые базовые станции сотовой связи появились в горном Алтае. Их установила компания «Мегафон». И теперь местные жители и туристы могут не переживать за качество связи в труднодоступной местности. Оператор нарастил пропускную способность 4G-сети, что положительно отразится на туристической привлекательности сразу двух регионов Алтайского края и Республики Алтай. Туризм – одно из приоритетных направлений развития экономики двух Алтаев. Краи и Республика входят в топ-10 регионов по туристической привлекательности в России. А для отдыхающих большое значение имеет качественная мобильная связь. Во-первых, поток туристов с разных регионов, которые сегодня присутствуют у нас, он требует определенных дополнительных качественных услуг. И услуги связи занимают в этом далеко не последнее, а может иногда даже и ведущее место, когда хочется передать свои эмоции друзьям, знакомым через различные сети и так далее. И доступ к связи, доступ к нашим с вами возможностям для передачи информации – это одна из основных сегодня задач не только правительства Республики, но в том числе и нашего министерства. Мы очень рады тому, что компания «Мегафон» у нас устанавливает дополнительные вышки. Это улучшает качество сервисного обслуживания туристов, это повышает отзывы туристов о качестве оказываемых услуг и поспособствует развитию рынка туруслуг в целом, как в регионе, так и в стране. И теперь такие возможности есть. С начала 2022 года «Мегафон» нарастил пропускную способность 4G-сети и построил в 87 населенных пунктах Алтайского края Республики Алтай новые базовые станции. При этом вдоль Чуйского тракта была проведена модернизация сетей связи. Общая протяженность работ составила 95 километров от села Майма Алтайского края до села Чимал, расположенного в Республике Алтай. Ежегодно Алтай посещают сотни тысяч туристов из России. Зачастую они находятся в труднодоступных горных территориях, которые не так просто обеспечат телеком инфраструктурой. Тем не менее «Мегафон» активно решает эту задачу. Только с начала 2022 года мы запустили современные технологии голосовой связи и мобильного интернета в 10 населенных пунктах края и республики. Модернизация прошла и в крупных городах Алтайского края – Камнино-Абиново, Алтайские и Барнаули. Специалисты «Мегафона» отмечают, что уже сейчас видят, что активность на данных площадках возросла в три раза. В половине населенных пунктов, которые охватило модернизацию и строительство «Мегафона» в этом году, впервые были запущены базовые станции стандарта ЛТЕ. И теперь современные цифровые сервисы на высоких скоростях доступны более чем 60 тысячам селян. Они могут удаленно работать и учиться, совершать онлайн-покупки, смотреть фильмы и общаться в соцсетях. Лидерство «Мегафона» как оператора самым быстрым мобильным интернетом подтверждается исследованиями международного агентства «Укла». Средняя скорость загрузки данных в Алтайском крае составляет 38,7 мегабит в секунду, почти в половину выше, чем у ближайшего конкурента. Елена Кузовкина, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Если у вас есть интересные темы для наших материалов, обязательно звоните. Телефон нашей редакции 205-545. Ну и через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи! Продолжение следует...